Всем здорова, с вами Найт, и мы продолжаем проходить Зачиков. В предыдущей серии мы познакомились с Козлома здешним, который называет себя Хозяином Леса. Правда, я не знаю, почему Хозяин Леса весь обоссан и воняет мочой, но это уже другой разговор. Вышел третий эпизод, который, я надеюсь, в этой серии мы к нему приблизимся. Начнем хотя бы пару строчек, да, и прочитаем из него. Но с этим третьим эпизодом вышла еще одна такая немаловажная плохая вещь, как неработание сохранения из предыдущей версии игры. То есть мне сейчас все пришлось прокликивать заново, благо то, что тут есть замечательная клавиша Ctrl, на которую можно зажать, да и все нахер пропустить. Но тем не менее, немного неприятная вещь, пришлось немного времени потратить, а теперь мы едем с батей домой и смотрим в окно. Припав к стеклу, я различил среди зелий призимистую постройку, хибару, чернис самой черной ночи, гараж, хранившийся в чащобе, металлический скреп. Он словно шел за нами по пятам. Через миг постройка скрылась за поворотом. Я сглотнул горечь. Сейчас у него видим и флэр... А, нет, и камера сверху, да, вот наша машина едет. Судя по всему, мы на десятке едем или на... Или на девятке, или на... На какой-то машине вообще. А белые снежинки все парили в темноте. Я, как обычно, не изменяю своим традициям, записываю в 7 часов утра, и мы с батей приехали. А вот и мы. Вот, а вот и мы. Ну мы просто прогуливались, а что, блин, сразу ма... Я не понял. Монитор хорэ и херней страдать-то. Я не удивлюсь, если на записи этого видно не будет. Чё-то странно, какая-то фигня пошла. Мама спускалась по лестнице, всыпившись в отца фирменным взглядом. На её лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно её взор упал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Свинья спёрла. Кабанчик унёс. Да в школе поди забыл, простофиля. Ну или так можно. Повисла ядовитая пауза. Ой, блин, вот надо своё рот открыть не так, как надо. Отец сердито смирил маму взглядом, а затем заговорчески подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Кстати, батя в конце прошлой серии нам сказал то, что ни слова о том, где он тебя нашёл, и всё будет окей. Ну ничего, есть же запасные, проживём как-нибудь. Ну вот да. Самое главное думать на позитиве. Я не понимаю, что маман думает, как всегда, на какой-то херовной ноте. Ой, блин, простофиля, ой, блин, всё весь с тебя. Родители ещё некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча побрёл по своим делам дальше друг от друга. По разным сторонам. Я ещё не успела раздеться, как ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! Так, к лисе не подходи, она звездоболка. Меня словно дробью пойнули. А не мев, я лишь зашевелил губами. Со звоном разбилась дребезги и чашка. Самое главное, когда ты чё-то суркожопил, говорить то, что это разбилось на счастье. И тогда, пиздюли не такие больные от маман, эта мама выпустила её из рук. Её лицо было бледным, а она растерянно уставилась на осколки. Эта кроткая вдоль секунды пауза длилась вечность. Потом мама с досадой сказала. А вы рядом с лесом живёте, вас вообще это никак не колышет. То есть рядом с лесом живут животные тут. Я, блядь, живу в городе. У меня тут периодически то сова бывает на полном серьёзе, который глядел на мою собаку, как на дичь какую-то, то около оки. Лису один раз видел, всего лишь один раз, но всё-таки близко к городу. А тут, блядь, удивляются, близко к лесу живут то сова, то лиса. Ну что ты придумываешь, а? Лисы и совы живут-то в Африке вместе с чунгачангами. Сколько раз повторять? Правда, правда. Вот я Оле верю. Такая пушистая! Пушистая, озорная, звездобольная. Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Она меня позвала, а тут мама вышла и лиса убежала. Не было там никакой лисы. Ой, да ладно, говорит-то, а не видели, не надо ребёнку Пургу угнать. Блин, чё-то мне маман вообще не нравится. Не подходи к ней! Ну вот это, кстати, совет дельно, потому что она нас привела в лапы обоссанному хозяину леса. Вот самое главное то, что обоссанному. Если бы понадобилось, я был готов трясти сестру, как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивлённо посмотрела на меня. Я стушевался. Лиса ведь укусить может. Ну это тоже да. Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы воровали детей. Ну, в реальной жизни этим могут заниматься не лисы, а цыгане. Это ж была не настоящая лиса. Ой, блять, а ты-то откуда знаешь, маман? Вот ты-то откуда знаешь? Ты сама сказала то, что ты её не видела. И всячески говорил, ой, да это выдумки, это-это. И типа не настоящая лиса. Она на двух ногах ходила, а ещё была в платье одета. А, ну знаем мы такую лису. Как я уже говорил, не с очень хорошей компанией меня сейчас познакомила. Только она была в заправду. Ну я вот верю. Видишь? Вот, вижу. И вижу, блин, лицо, как будто, я не знаю, улыбка, как у этого деда Гаррада. Улыбка полная боли. Мама устала, улыбнулась. Словно это всё объясняло. Я тоже видела для себя улыбку. Жалко, как тонкий кусочек мыла перед тем, как оно окончательно растает в руках. Но оставшись наедине с сестрой, я ей шифнул. Ещё раз увидишь её. Беги. Лучше, да, лучше к ней не подходить. А то мало ли что от неё можно ожидать. Я уж в последней серии просто проговорил это. Я ей не верю. Чё-то какая-то интонация у неё не та. Что-то, что-то мне в ней не нравится. И кошак тут пришла помяукать. Так, иди отсюда. Мя-я-я, начинается тут. Мы с ля лесном чудища атаковали, бомбардировали меня, будто дождь из конфет и игрушек. Прямо стояла повисшая шерстью фигура, расправляющаяся на фоне стволов. Кто он? Что случилось в селису? Что со мной происходит? Я зажмурился и бросил в рот витамины, запил их водой. Хватит сходить с ума. Пожалуйста, хватит. Я кое-как уселся за математику, но задачи не желали решаться. Цифры в тетради то кувыркались, то перемешивались, то кружились танцы, то прыгали за поля. От всей этой чехарды голова стала тяжёлой и так норовила упасть в чисто условную грязь. К векам словно подвесили маленькие гири. Те, что кладут на весы в продуктовом магазине. А, видимо, мы начали представлять. Стоило мне сдаться за хлопную тетрадь, как вспоминания, прожитые мне суматошно, заскакали перед глазами. Вот снова я посреди душиных школьных коридоров. Отсюда виден каменет литературы, лица мёртвых одноклассников на портретах, строгая и царственная поза классной руководительницы Лилии Павловны. А затем углом ждёт, не дождётся её ненаглядная дочка Катя, ябеда и сплетница, короче, коза самонастоящая. Иди нахер. У тебя там щупать нечего, всё, я к тебе не переставал, я ничего не знаю, я зайчик у меня лапки. Она заскочалась на носочках, спрятав за спиной руки и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели, а? А тебе это вообще хоть как-то, я не знаю, колышет или нет? Я просто пытаюсь немного без мата. Может быть, я сказал бы правду Полине, но Катька продаст мою правду, как на рынке за три копейки. То же самое, что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Вовы, чтобы все всё знали и всё читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это всё из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... Мама... Лучше бы ты сейчас это не говорил, хотя я понимаю, что это мысли Тохи в его голове, но он сейчас всё накрутит, перекрутит и будет вообще полная жопа. Но Катя даже не подумала слушать. Метнулась к новострённым ушам подружек, же зашептала, косясь на меня и хихикая. Вот как я и говорил, просто какая-то местная коза. Да-да, конечно-конечно. Вот это и ожидалось, Тох. Вот зачем ты это сказал? Сказал бы проще. Тебя вообще это как интересует? Как тебя вообще это касается? Мне в лом тебе рассказывать. Вот примерно так бы я и сказал. Он нас тут совсем за дурачков держит. Ну, я одну дуру перед собой вижу. Я вот слыхала, что это всё из-за его отца. Так, ну-ка, что это ты там слыхала? Он недавно кому-то крутому дорогу перешёл. И теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Эм, а если это даже и так? Вот просто, немного прислушиваюсь. Если это даже и так? Тебя вообще это ебёт? Неправда! Ты всё врёшь! Ну и плюс ещё это неправда. А слышали? Слышали, как он бабурина просто так стукнул? А, просто так! То есть это говно пролило, во-первых, компот, плюнуло в тетрадь, постоянно толкался и нассал себя на руки и тряхнул ими в меня. То есть он мало ли то, что того... Мало того, что он свинья, так ещё он на босса, на свинья, он сам на себя нассал. И в смысле просто так. Он заслужил за дело. Плюс ещё ему тумаков немного надавали. Вот это очень даже хорошо. Это каким надо быть уродом, чтобы в первый же день так над одноклассником измываться? Вот я не знаю. Вот я честное слово не знаю. Вот ты у этого бабулина спроси. Прекрати! Ты же знаешь, он первый начал! Ей только бесполезно что-то говорить. Подошёл. Хоть я понимаю то, что... рукоприклассывать нельзя. Но если она уж совсем с катушек бы съехала, то можно было бы дать оздоровительного леща. Да, оздоровительного леща. И всё. И либо она бы начала строить из себя жертву, либо она бы такая, так, окей, ты опасный, я с тобой придуриваться не буду. И будто этого мало. Хм. Ходят слухи, что он спутался с ворюгами из шайки Ромки Пятифана. Так, а это... Это я вообще ни при чём. Они сами мне предложили дойти до дома, а Тоха куда-то свинтил. Ой, девочки, сумки проверяйте. Я не знаю, скорее всего, она что-то красть будет и нас будут в этом обвинять. Кого и гляди, в гардеробе вещи начнут пропадать. Ой, блядь, начинается. Будем знать. Это Петров с дружками постарался. М-м-м, да-да-да. 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 Замолчи, заткнись! Угу. Вон как раскричался-то, будто ужаленный. Блин, мне серьёзно кажется, то что вот эту козу никто давно не обездюливал. А зрачки-то? Зрачки какие, широкие. Ну и? Широкие, чтобы тебя говно такое получше видеть. Опять чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнёт? Бля, Тох, вот если она тебя доведёт, я, как твоя совесть, разрешаю таких пиздов надавать, чтобы она вовек запомнила. Не зря же его мать с таблетками пичкли. А вот это мне действительно тоже интересно. Почему это таблетками? Не, я понимаю то, что там витамин С, Б, хуем, но... Какого хрена? Что за таблетки? Может быть против гриппа? Может Антон немного приболел? Я замер в смятении, безуспешно пытаюсь понять, откуда она знает про лекарства и что пугало сильнее. Вдруг её был там не кроется ужасающе, а правда. Ну а, как и говорил, то что Тоха вот это вот сейчас немного вырубился, накручивать себе, перекручивать всё в мозгах начнёт и всё. И всё. И пойдёт всё по жопе полной. Я очень надеюсь, то что... Да хватит твою да-да говорить. Дай мне сказать лучше. Я вот надеюсь, то что в третьем эпизоде у Тохи не съедет кукуха окончательно из-за вот этих вот накручиваний. Потому что реально может эпизодюлиться один очень нехороший человек. Я даже не знаю, что же это за человек. Но если будет выбор, то я Тохи мешать не буду. Так что... Он такой же ненормальный, как и его сестрица. В смысле? А сестру-то нахуй трогать? Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Я эту тупую пизду комментировать не буду. Пошла она нахуй. Да-да? Вот да-да. Блядь. Я помню то, что я смотрел на резку, где ментов из мафии посылают нахуй. Они такие принял, понял. Вот это и сказал то, что комментировать не буду. Потому что ты тупая пизда. И такая да-да. Ну подтвердил мои слова. Молодец какая. Только что ты её никто из здоровых людей не буду. А этот наивный простук ей верит? Нет. Ну вы представляете? Ха-ха-ха. И тут среди ухмыляющихся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Это правда, Антон? В смысле что правда? Что правда из этого пиздежа? Неужели действительно тебе не здоровится? Ну гриппом заболел, всё бывает. По крайней мере не коронно. Далькаша хватит мяукать! Эх, начинается. Полина, послушай меня! Вот лучше Антона послушай, а не эту тупую овцу. Как же, как же! Не слушай этого болтуна, Полиночка. Ты ещё не знаешь. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. В смысле, с каких это пор Антон и Полина начали встречаться? У меня вот этот вопрос, а? Ну я серьёзно говорю, она долбанута на всю голову. Вот просто кукукнутая. На А Л С М Ну вот. Долбанутая. Полина согнулась, будто её пнули в живот, а потом залилась слезами и громко, истерично плача, рухнула на грязный пол. Нет! Нет! А ты что переживаешь-то, а? С тобой пару слов перекинулись, уже всё. Наверное, представил, типа, вот она, Антон, и, как говорится, счастливы вместе. Почему она, Антон? Почему? Ну, потому что. Ничего не понимаю, я бросился к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня. Слышь, а за руку Поликласова может и от веточка прилететь. Убери от неё свои лапы, чудовище! Я только одно чудовище сейчас вижу. Под пеленой страха зарела ярость. Медленно вспыхивала из клубящегося морока. Я почёл, как моя верхняя губа ползёт гадёсном, оголяя зубы. То, что твой отец бьёт мать, ещё не даёт тебе права поднимать руку на девушку! А я не понял, а ты где тут девушку увидел? Я вижу тупую овцу, которой надо дать профилактический пиздюль. Кулаки стали кувалдами, не рожать. Никто не смел такое про мою семью говорить. Я помню, когда уже кинулся на взломную Катьку. Ага! Слетел таки! Слетел! Ну, то есть, понятно, она нас провоцировала, чтобы... чтобы Тоху выстрелить в дурном свете. Спасите! Помогите! Петро скатушек слетел! Ох, твою блять, а! И стало расти. Субкультурные фигуры учеников увеличились, ширились, тянулись вверх, всё выше и выше, под самый потолок. Превращались в огромный чёрный лес, кишащий оскаленными мордами. Я сжался до пушистых комочков, затрясья перед могуществом изрытых язвами стволов. Не то людей, не то деревьев. Вот ты и показал своё животное нутро! Нихуя себе от тебя перекосило! Трус! Что? Катя на лицо была обезображена ликованиям и восторгом. Это... Ну что, а? Почему она? Потому что... Чем она лучше меня? Всем! Заливалась слезами несчастная Полина. Вон! Что? Всемотное! На себя сначала посмотри. Сюзак! Так, а это чё-то я не понял. У меня сейчас просто нету слов. Из леса донеслось пугающее хлопанье крыльев. Два огромных белых стула спускались откуда-то сверху. Без головой зарылся в них. Антон! Что? Пожалуйста! Чего? Вставай! А, что вставай? Я подскочил, чуть ли не упав с кровати. Оказалось, я несколько часов метался по мокрой от пота постели. Олин крик вырвала и вызвалил из щупали с кошмара. Антон! Антон! Пожалуйста! Что? Вставай! Вставай! Так, стоп. Это Олин силуэт вроде бы. А почему она за шторками стоит? Я не сразу разглядел её силуэт у окна. Голос Оли был другим. После драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупорили ватой. Взхлипывая, расстраенная, как никогда прежде, сестрёнка повторяла и повторяла. Сова! Сова! Пожалуйста! Да сейчас я подойду! Я боюсь! Чё-то мне кажется, это нихуя не сестра. Её слёзы кипятком ошпаривали моё сердце, но, признаться, я почти благодарил Сову за визит. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Оль, я сейчас. Хочешь, я тебе мурзилку почитаю? Подожди. Я опустил белые пятки на холодный пол. Пошарил в поисках очков. Вспомнил Семёна и его подлый поступок и горестно вздохнул. Антон! Пожалуйста! 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 Сейчас, сейчас мы подойдём. Оля не отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему в гляделке. Я нащупал переключатель, лампа плеснула ослепляющим светом. Я встал с кровати. Зрение обмануло. То приближало ко мне окно, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди. Я сделал... А то сестра прямо около нас была? Нормально. Я сделал осторожный шаг. Ой. Что там? Что-то случилось? Ну да. Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Да. Нет! Не надо! Опаньки! Не зря у меня опасения немного вызвало вот это. Открой, пожалуйста, посмотри. Сова! Голос доносился из-за моей спины. Ну, как говорил Печтальон Печкин, вашу сестру и там, и тут передают. Вот чудеса-то. Я обернулся и оцепенел от ужаса. В дверном проеме стояла зареванная Оля. С кем... С кем ты разговаривал, братик? Эээ... Ну, как бы... А, там, блядь, еще и шевелится! Я думал то, что это статичная картинка! Стоп! Да, там серьезно шевелится! Слышь, не шевели! Не шевели своей головкой! Охватив плечи, она таращилась на меня красными от слез глазами. Спрашивала, но будто боялась услышать ответ. Я разговаривал с тобой. С тем, кто притворился тобой. За окном угрожающий скрипнук ларнис. Снова на нем кто-то сидел. Кто-то очень тяжелый. Это что-то выдавало себя за Олю. Начало расползаться, метаясь в свои очертания, увеличиваясь в свете, ненасытно луны до пугающих размеров. Иди нахуй! Иди нахуй! Нет, никаких, пожалуйста. Иди нахуй! Подойди ко мне! Нет! Подойди! Голос больше не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за шторы, надоело притворяться, вводить меня за нос. Я больно ущипнул себя в надежде, что то силуэт у окна лишь продолжение ночного кошмара. Галлюцинация проклятого дома. Ведь они не кусаются. Фигура выселась передо мной в дымке. Я услышал громкие вскриколи, когда по стеклу постучали. Кто там? Никого там нету. Она пришла за нами! Никто ничего не пришел. Сейчас Стоха возьмет, по стеклу стукнет, сова просто возьмет, отлипнет от стекла, и Брикс вниз упадет. И все. Была сова, и нету совы. Стук повторился, и я отшатнулся вглубь комнаты. Словно на свете существовали тайные углы, где я бы мог сокорониться от этой жути. Да хватит стучать, так, но не резиновое. Стучали тем же острым предметом и чем-то железным. Замерцала лампа светильника, ярко озарила комнату и погасла, как свеча на яростном ветру. Неднокаливание лопнуло со звоном. Ну, сова, видишь, что ты надела? А, перегорела лампочка из тебя. Лети в магазин, сука такая, и покупай мне лампочку. Чтобы, когда я открыл шторку, лампочка новая была у меня уже на подоконнике. Я уже все сказал. Мрак словно только того и ждал. Хлынул изо всех углов и сомкнулся. Это всей вселенной, осталось лишь окно. Снаружи светила луна и кразило все в цвет костей, извлеченных из скелета. В черноте Оля завизжала, трескнулась в мою спину, ища защиты. И тут на нас уставился горящий прожурным огнем глаз. Хватит стучать! Я тебе уже сказал, стекло сейчас разобьешь? Нет, оно не пыталось разбить окно. Оно играло. Стучало и стучало, сводя нас с ума. Хватит стучать, а! Сейчас я тебе по макушке настучу! Будто гигантские часы мерили отведенное нам время, и маятник раскачивался над бездной. Уходи! Умирайся! Пошла прочь! Оля истошно кричала, клещами сцепившись мне в руку. Он-то он! Он-то он! Слышь, сова, я тебе последний раз говорю, иди нахер! Нет. Я с трудом различил два огромных крыла, раскрывшиеся на чёрном пятно. Скажи мне, Атон! Скажи, что я больше не буду себя плохо вести! В смысле? А ты и не вела себя вроде бы плохо. Никогда! Только пусть она уйдёт! Да ща она уйдёт! Ща я с ней по-мужски поговорю, и она и уйдёт. Пожалуйста! Ща мы возьмём, на картаны встань, мы скажем, слышь ты, петушара недобитая, а ну иди сюда! Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, и светящийся глаз скрылся. Вот сова уже чуть-чуть подобосралась от нас! Я проголосил застывший в горле ком, будто репенник сглотнул. Шагнул к шторам, заворожённый призывом безобразного гостя. Не буду, не буду, не буду! Поля бормотала позади, блеклое окно наползало на меня, занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. И в этот момент из родительской спальни донёсся шум. Недолго думая, я рывком отдёрнул штору. Опа! Никого... Ну я же говорил то, что сова эта обосралась. Обосралась от того, что я её назвал. Я, слышь, ты, петушара такая, ща мы все те перья в жопу засунем. И оттуда выгоним, и опять засунем туда же. Никого. Только за стеклом на карнизе среди птичьих перьев что-то проблёскивало. Очки. Те, что своровала с меня Симеон. Откуда они здесь... Блин, может быть, я накручиваю себе то, что сова какой-то враг. Может, она наоборот друг, как и лиса. И мы что-то не понимаем. Но я надеюсь, что в третьем эпизоде всё про это расскажется. Неужели это подарок к колючущей ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор. На ту зловещую поляну. На зубчатый гробовой лес. Ни души, ни намёка на поздних визитёров. Старый столб одиночеством часом дремал посреди снежной пустыни. Рассохшиеся ставни кряхтели. Я отодрал утеплитель и полоски прикреплённых газет. И с трудом открыл окно. Мороз пился мелкими иголочками в кожу. Зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. Я дотянулся до очков, уверенный, что они растают в пальцах. Но они были настоящими. Мозг искал всему объяснение. Семён и его банда разыграли меня. Вот и всё. Вот и в кругу света фонарей блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил у дома, сбирался по трубе и подоконнику, то должен был он точно наследить. Отпечатков не было. Стоп, а вот это тогда что? Раз лапа и два лапа. Бля, может действительно сова? Я осторожно забрал очки. Тох, ты ещё возьми вот это перо, желательно несколько и скажи. Матери, если она будет говорить, то что совы никакой нету, покажи перо и скажи, вот я у неё из жопы это выдернул. Никто не отхватил меня за кисть. Не выдернул в полное тревожного движение сумра. Вы почему не спите? Мы сову прогоняли, в которую вы не верили, про которую вы думали, то что Оля трындит, звездит. От неожиданности я покачнулся и чуть ли не вывалился из окна. Совсем сдурели? Жарко что ли? Ну, можно и так сказать. Не болели давно? Там сова была! Тоша её прогнал! Вот именно! А ну-ка марш спать к себе в комнату! А с тобой? А что со мной? Вот что? Тоша, покажи перья и скажи то, что вот это сова! Вот прям в лицо тыкни и скажи, вот это сова! Глаза свои протрите! Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом, побирала наказание, соразмерная поступку. Намахнув рукой, взяла за плечо Олю и ушла. Бросим напоследок угрюмое... Завтра поговорим. Ой, ну вот тогда и поговорим. Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз, повернул шпингалеты, натрудив пальцы. Вот и всё, окошко закрыли, чё орать-то надо было? Холод ушёл из комнаты, но не страх. Вдрузив на носочки, я изучал своё отражение в оконном стекле. Не лицо, а какая-то посмертная маска, как у мальчика с доски объявлений. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. В просвете между детскими затылками прямо на меня смотрело чёрно-белое лицо. Внимание, пропало ребёнок. Бабурин Семён, 13 лет, ученик 6-го класса. 16 января утром ушёл в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 150-160, нихуясь, это полторашка толстая. Глаза серые, волосы каштановые, тучного титлосложения. Был одет тёмно-коричневая дублёнка, белоснежный шарф, чёрная нарковая шапка, сапоги Аляска. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Семёна, просьба позвонить по телефону. А это был не Вова, его фото висело рядом. Я узнал щекастую физиономию, нездоровую кожу, по прыщам. Семён. Фотографию Бабурина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. И по идее, тут у нас заканчивается второй эпизод. Да, начинается третий. Эпизод 3. Дыбом волчья шерсть. Ну что ж, я думаю, то что на этом мы приостановимся. И будем проходившись уже третий эпизод. Это тот, который Бабурина ненавидел. В смысле? А что вы шептаетесь-то про меня? Я не знаю, может быть, это всё-таки было не какое-то воспоминание, может быть, реально это, как это, что-то развенело про нас по всей школе. Вот, глядя на вот эти вот шёпоты, очень охотно в это верится. Но продолжать выяснять это мы уже будем в следующей серии. Так что, на этом всё. С вами был Найт. Если вам понравилось в данном видео, и вы хотите больше видеороликов по данной игре, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь эти видео с друзьями, и всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok